Ну и сегодня 28 апреля, в этот день было много чего интересного, о котором мы хотим вам рассказать. Да, обязательно. То есть, к примеру, я хочу сказать, что наверняка кто-то из наших телезрителей празднует какой-то свой особый праздник. И мы на самом деле каждый раз рады повторять, что у нас есть почта заманасобачка.ктрк.киджи, на которую вы можете присылать свои поздравления, пожелания, имя именинника, или может быть, я не знаю, если вы отмечаете свой особенный праздник, обязательно о нем расскажите, мы вас поздравим и выскажем свои пожелания. Ну и если говорить о своем особенном празднике, то в 1758 году родился Джеймс Монро, это пятый президент США. В 1937 году родился Саддам Хусейн, это иракский государственный деятель и президент. Он является президентом с 1979 по 2003 год. Ну а также родилась такая замечательная актриса Пенелопа Круз в 1974 году, это испанская киноактриса, модель, обладательница премии «Оскар». Да, «Оскар» у нее уже есть. Ну а сейчас я предлагаю перейти к событиям, которые произошли в истории. 28 апреля 1870 года в Ташкенте вышел первый номер газеты «Туркестанские ведомости». Это первое российское периодическое издание в Туркестане на русском языке. Газета начала издаваться и редактироваться при канцелярии туркестанского генерал-губернатора в Ташкенте. В туркестанских ведомостях освещались события в России, в туркестанском крае, печатались официальные документы туркестанского генерал-губернатора. В эти дни, в 1929 году, в городе Фунзе проходил второй съезд Советов Киргизской АССР. Съезд начал свою работу 25 апреля, завершился 30 апреля. В 1944 году глава правительства Киргизской АССР Туробай Кулата выступил на 10-й сессии Верховного Совета СССР. Он отметил, что киргизские рабочие отправили на фронт 300 вагонов продовольствия, одежды для солдат и 200 миллионов рублей для производства танков и самолетов. 28 апреля 1959 года, согласно указу Президиума Верховного Суда Киргизской АССР, было упразднено Министерство юстиции Киргизской АССР. Функции Министерства были переданы Верховному Суду. В этот день, в 1976 году, за заслуги в развитии театрального искусства «Русский драматический театр» имени Надежды Крупской был награжден только что учрежденным Орденом Дружбы Народов. А в 1988 году театру было присвоено звание академического. В том же году на гастролях в Москве театр показал премьеру спектакля «Плаха» по произведению Чингиза Итматова. Эту работу критики назвали уникальным экспериментом. Здесь впервые соединились актеры Русского театра драма и Киргизского драматического театра.